Национальное агентство Узбек Кино Киностудия Узбек Фильм Представляют Ты свободен. Всего хорошего. Начальник, который час? Десять. Не стой здесь. Здесь нельзя стоять. Уходи. Понял. И это называется «вышел из тюрьмы». Ведь обещали встретить. Вышел из тюрьмы. Поздняя жизнь Вот он. Его тулкун заметил. Разбуди его. Просыпайся. У меня кончились деньги. Решил здесь отдохнуть. А сигареты дал водитель фуры. Надеюсь, в вашем кишлаке ни у кого ничего не пропало и никого не пришили. Правильно? Ладно. Ладно. Пока. Стой. Пусть идет. Зачем вам лишняя головная боль? И то правда. Вы идите. Пошли. Плохо, когда живешь недалеко от зоны. Ну да. Вэксакал. Сейчас вы потащите меня в милицию. А там выяснится, что я по дороге сюда совершил грабеж. Толкал наркоту. И к тому же убил пятерых. Есть хочешь? Дедуля, я же сказал, я на мели. Сколько тебе нужно? Для того, чтобы свалить отсюда? Что вы так уставились на меня? Как будто собираетесь выложить мне сто тысяч налом. Идем. Вот. Сто тысяч. Честно говоря, мне не сто надо. У меня больше нет. Бери. Мне и пятидесяти хватит. Доберусь домой, сразу же вышлю. Вышлишь сто тысяч. Я написал адрес. Вот возьми. Ладно. А где тут у вас автостанция? Там. Спасибо. Удачи. Отец, меня зовут Эрки, а вас? Насыр. Спасибо, дядя Насыр. Я все верну, обещаю. Вернешь, вернешь. Если вернешь, ты будешь первым. Хе. Ээто, обаааа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как это кого? Это мой дом. А вы кто? Мы живем здесь. Уже полгода, как купили этот дом. Но я же звонил. Так это были вы. Потом мой муж всю ночь бредил во сне, сказал, что по телефону разговаривал с духом младшего брата, который утонул еще в детстве. Он с утра ушел к Муле, чтобы тот его отчитал. Честно говоря, он вчера был выпивший. Простите. Здравствуйте, тетя. Иркин, это ты? Боже правый, какими судьбами. Заходи. Как поживаешь? Спасибо, а вы как? Сейчас не те времена, чтобы сетовать на других. У каждого свои проблемы. Я с твоим братом часто разговариваю. Правда, по телефону. Но все же. Как продвигается служба? Ты, наверное, уже капитан? Капитан? У тебя тяжелая служба. Твой покойный отец гордился, что ты у него служишь на границе. Покойный? Как это покойный? Честно говоря, она тебя была зла, когда ты не приехал на похороны отца. Но твой брат сказал, что у тебя служба такая. Я все понимаю. Ты пограничник. Человек военный. Но отца ты уже не вернешь. Тебе не следовало об этом забывать, Иркин. Я был в горах. Что? А там нет связи. Мне потом сообщили. Ты на могилу отца сходил? Не маленький. Наверное, уже сходил, да? Конечно. Честно говоря, я город плохо помню. Как называется этот район, где похоронили отца? Спросишь любого, где мечеть Кукча, тебе покажут. Кукча? Я сходил. Просто забыл название района. Ты ешь, ешь. Что ты стоишь? Ты там часом не женился? Твой брат еще не уехал в Америку? Твой брат еще не уехал в Америку? Нет еще. Ему визу не дали, и потом бешеные расходы. Пришлось продать дом. Но ничего, поедет он еще в свою Америку. Что с тобой? На тебе лица нет. Желудок. Язвы. В горах питаемся нерегулярно. Трудная у тебя работа, но благородная. Может, тебе сделать сладкий чай? Тетя, мне в министерство надо. А как же плов? Служба. Ты мне не брат. Роман. Мразь. Моя маза. Убью, гад. Пока я вам ничего не могу сказать. Сдайте кровь. Я жутко боюсь крови. Может, обойдемся без анализа? Я вам заплачу. Мои глаза не заменят рентгеновских лучей. Сдайте анализы. Дядя. Ты когда приехал? Только что с поезда. Когда ехал? А вы как поживаете? Хорошо. Дядя. Отведите меня на могилу отца. Сейчас. Только переоденусь. Это из-за меня. Я убил собственного отца. Перестань. Ты этим можешь побеспокоить душу отца. Он до последней минуты гордился тобой. Помню, как-то он пришел ко мне и сказал, что тебя приняли в военную академию и определили в какую-то специальную группу особой подготовки. Словом, он сиял от счастья. Академия, спецгруппа. Сначала я удивился, что ты поступил в академию. Почему-то я думал, что ты станешь артистом. Потом понял, ты хотел продолжить дело отца. Он всю жизнь страдал, что у него не получилась карьера военного. Никому не хочется на старости заниматься купля-продажей скота. А ты осуществил его мечту. Он умер счастливым. Хватит. Простите меня, дядя. Чья это была идея? Ты о чем? Вы знаете, что брат продал дом? Конечно. Где он сейчас живет? Хотел бы я его увидеть и сказать ему пару ласковых. С этим придется повременить. Неделю тому назад он уехал в Россию. А как же Америка? Его надули. Облапошили, как мальчишку. Жена в тот же день бросила его. Ни дома, ни работы. Начал пить. Вот я и отправил его. Это бред какой-то. Получается, теперь я бомж? Почему ты так говоришь? У тебя на службе все нормально? Может, тебе нужны деньги? Я в смысле... Этот дом построил отец. Я там родился, вырос. Хотел вернуться. Что теперь говорить? Я, наверное, поеду. У меня отпуск на неделю. Идем к нам. Сегодня останешься у нас. А там видно будет. Отлично. Давай. Сейчас. Вот. Аааа. И вот. Если хочешь побриться, у меня есть запасная бритва. Итак, на службе бреемся каждый день. Надоело уже. Спокойной ночи. Если что-то понадобится, то, что вы хотите на ночь запереть меня здесь? Я спрашиваю, прикрыть дверь или оставить открытой? Открытой. Нет, закройте. Нет, оставьте открытой. Боишься? Что вы. Просто я курю ночью. Ну, как знаешь. Держу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Да. Замечания есть? Печатайте. Тетя Барно, ты почему не отвечаешь на мои звонки? Как ты? Нормально. Я спрашиваю, как ты? Ты ещё куришь? Иногда. Когда пью кофе. Ну так не пей. Легко говорить. Опять? Да, опять. Тетя, я не хочу быть грубой. Да, ты уж постарайся. Где вы были лет десять тому назад, когда я, как все, мечтала выйти замуж? У тебя была мать. Вот именно. И я вовсе не собираюсь менять её на куклу. Да, я кукла. Я могу позволить себе костюм от Прадо, платье от Гуччи. Пользуюсь Шанель номер пять. Я всё могу. И всю жизнь я стремилась к этому. Но в результате, как видишь, я одинока, как дерево в пустыне. Ты прекрасно понимаешь меня. Думаю, я вправе считать себя эксклюзивной личностью, не похожей ни на кого. Но я одинокая. И в этом мы с тобой похожи. Чего ты добиваешься? Хочешь показать своё превосходство над мужчинами? Всё это чушь. Я уверена, всё, чего ты добилась, ты с радостью применяешь на обычную беременность. Потому что будь ты даже божеством, ты останешься просто женщиной. И всё, чего ты хочешь сейчас, это наполнить себя жизнью. Ты знаешь, что я права. Я вырву тебе язык, если ещё раз посмеешь разговаривать со мной таким непристойным образом и корчить из себя сильную женщину. Понятно? Нанимён в такой таблице. Я не хочу. Я не могу. Я не могу. Нет. Все. Что? Ага. 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 Продолжение следует... 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 Я бы понял, если бы у меня украли трактор. Или украли бы твой нож, которым ты каждый день разделываешь мясо. Но ведь ты ни разу не пользовался тем ножом, который потерял. Повтори, что ты сказал. Я сказал правду. Я сейчас тебе все кости переломаю. Пусти, пусти. Ты видел, как он наехал на меня? Нож у него. Хватит. Пошли вон отсюда. Пошли вон отсюда. Ну, что еще? Я никогда тебе не перечила. Ты с детства делал все, что хотел. Пора уже повзрослеть и начать жить. Я на пару недель уезжаю к твоей сестре. Надеюсь, вы не спалите дом и не перережете друг друга. Я на пару недель уезжаю. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Идем скорее Что случилось? Надо затащить ягнят в хлеб. Там безопасно Безопасно? Потом расскажу Что произошло? Что мне делать? Передавай мне ягнят Вот, одного нашла Неси другого Вот еще один Сейчас Сейчас Возьмите Нашла? Дай скорее Вот, возьмите Вот еще Ты их считаешь? А что, их считать надо было? Ладно, потом посчитаем Что ты смеешься? Не знаю Да, просто мне нравится Все? Дай руку Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять Все, все здесь? Все Что вы хотели мне рассказать? Здесь волки Волки? А почему они не воют? Понятно Они поджидают ягнят Они пришли ко мне Жаждут мести У вас талант мешать жить, да? Чем вы им так насолили Что они пожаловали на разборку? Убил одного из них Будет обидно Если они ворвутся в спальню И вместо вас искромсают меня Я имею в виду Что я сплю одна Без вас Я не смогла вам объяснить Ладно Я пойду Ты даже шутить не умеешь Зато у вас такие шуточки Что выть хочется Вам здесь постелить? Смотри Не лопни от злости Вы только этого и ждете Звучит не умеешь Звучит не умеешь Почему ты не уходишь? Потому Потому Ты должна уйти Нет Нет Ты обязана уйти Я не умею Корму Не бойся КОНЕЦ Что ты меня разглядываешь? Вы испачкались. Вот и всё. Хотите, я сама накормлю вас? Вы даже кушать не умеете. Надеюсь, ты недовольна только этим? КОНЕЦ Пока, да. КОНЕЦ Дядя Адыл, тащите мою порцию. КОНЕЦ Где твой дед? Он уехал на базар. Если хотите, можете подождать его. Здравствуй. 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 Ты сегодня другой. Какой? В прошлый раз ты был красивый, весь разодетый. Для меня? Чего это? Ты в своем уме? Я видела тебя из окна. Ты ведь пришел ко мне, узнав, что я вернулась к родителям. Я слышала, ты женился? А я слышал, что тебя выгнал муж. Не выгнал. Я сама ушла. Ты был прав. Я жалею, что вышла за него. Я лучше пойду. Говорят, ты потерял свой любимый нож. И ходишь теперь сам не свой. Он никогда не был моим. Что с вами? Что-нибудь случилось? Ты сейчас же собираешь вещи и уезжаешь домой. Почему? Потому что у нас ничего не выйдет. Мы все равно разведемся. Ты не умеешь готовить. Куришь. И при этом ты уверена, что этого никто не заметит. Ты никого не уважаешь, кроме себя. Зачем корчить из себя быдлу? Оставь свои феминистические речи и вали отсюда. Я ничего не понимаю. Вы что, психопат? Ты же уверена, что вокруг тебя все тупые. Ты же с самого начала смотрела на меня, как на придурка. Сейчас все изменилось. Вы почему прячете книги? Никто их не прячет. Если бы я прятал, ты бы их не нашла. Я жду объяснений. Хоть что-то. Нельзя выгонять человека вот так вот, без никаких причин. Я тебе уже сказал. Ты не умеешь готовить. Куришь. Говоришь на трех языках. У тебя ученая степень. Собственная газета. Мне этого достаточно. У тебя звук. Эй? Вы кто? Я всё объясню. Я вор. Хотел обчистить вашу квартиру, но она мне понравилась, и я не смог. И на этом спасибо. Захотел здесь пожить, но вы так скоро объявились. Давно вы здесь? Сразу? После вашей свадьбы? Три месяца? Вы живёте здесь три месяца? И никто ничего не заметил? А мои соседи? Вас ни о чём не расспрашивали? Расспрашивали. Сказал, что я племянник вашего мужа. Как вас зовут? Отелла. Что? Вообще-то, Иркин. Но раз моего дядю зовут Гамлет, значит, я Отелла. Вашего мужа действительно зовут Гамлет? Знаете, мне надо купить сигареты. Я быстро. А вы пока заварите чай. Ладно. На правах хозяина. Алло. Милиция. Коллеги. Простите. Я ошиблась номером. Иркин. 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 Я вспомнила. У меня тут была заначка. Уходите. Вы порылись в моём компьютере. Прочли всё, но так и не научились писать рассказы. Научите меня. Я хочу научиться. Я не писатель. Я издатель. Я могу отличить хорошую прозу от плохой. Редактировать. А чтобы писать, нужно быть творцом. Ну что это? Начнём с названия. Поздняя жизнь. Сколько вам лет? Двадцать три. Что вы знаете о жизни? Так нельзя называть. Поздняя жизнь. Раннее утро. Берегите страусов. Никаких умозаключений. Никаких выводов. Только факты. Только правда. Поговорим о сюжете. Парень любит девушку. Девушка его обманывает и выходит замуж за другого. Парень хоть и любит её, женится на другой. Это настолько банальная история, что… О боже. Мне надо бежать. Напишите про себя. Как это? Вам осталось только подписать. Добрый день. Вы не могли бы мне сказать, откуда у моего мужа нож, который он потерял? Нож. Он всегда был у него. Он же не родился с этим ножом. Вы стоите друг друга. Муж и жена. Два сапога пара. Кажется, его подарили на день рождения. Кто? Вам обязательно это знать? Да. Подождите. Это была Халима, дочь дяди Адыла. Они учились в одном классе. Это вы сейчас в Яндекс или в Гугл зашли? Гугл? Не понял. Шутка. Она сейчас здесь? Да. Когда вернулась? Как раз в тот день, когда ваш муж потерял нож. Гугл. Вы что-то потеряли? Пока нет. Что-то ценное? Да. Видимо, да. Отдайте мне нож, который вы нашли. С чего вы взяли, что я его нашла? Отдайте. Так вы… Да, я его жена. Очень приятно. А я… Я знаю, кто вы. Я офиген! Нет! Я, meinen, мой! Он пришел меня под weights царапом! Я hinaus не буду, чтобы я о кр desertки держал меня. Он всегда сомневался в себе. Однажды я подарила ему этот нож и взяла с него клятву, что он убьет меня этим ножом, если нас разлучат. Сейчас это звучит немного смешно, но все же... Неужели вы верите в то, что он был настолько пьян и уронил его именно у моих ворот? Нож, который он берег 15 лет, как зеницу ока. По-моему, он просто пытается избавиться от тех воспоминаний, которые столько лет его мучили. 15 лет спустя. Он только теперь понял, что опоздал. Он таким вот образом хотел попросить у меня прощения. Я тоже желаю! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 ножей. Это просто нож. Это твой Гамлет. Точно он. Не звать же мне его Буратино, если его зовут Гамлет. Не открывай. Нас нет дома. Кого это нас? Нас или вас? Хватит. Я открою. Не смей. Прошу. Шахадат, я сбегаю в магазин. Прошу. Значит, ты нашла этот нож? Как ты узнала? Догадалась. Вот, возьмите и уходите. Все. Я смотрю, он приносит больше пользы тебе, чем мне. Это ваша клятва, анимая. Он никогда не был маним. А зачем вы берегли его 15 лет? Это был единственный способ остановить меня. Она знала, что я никогда не выполню свое обещание и не стану ей мешать. Но она боялась сказать мне правду. И ты решила докопаться до правды и доказать мне, что я трус. Это вы меня выгнали? Хватит. Неужели ты думала, что одним своим решением выйти замуж за неотесанного мясника изменишь мою судьбу? Я не собиралась менять вашу жизнь. Я просто хотела спасти свою. Вот, видишь, ты думала только о себе, как и сейчас. Запомни, я не собираюсь принимать тебя, как Божью благодать. Мне не нужна энциклопедия правоведения. Мне нужна женщина. Нет. Я говорю... Нет. Ну что ж... Тебе решать. Теперь я должен поклясться чем-нибудь и оставить тебя в покое? Наверное, я никогда не избавлюсь от этого ножа. Дядя Насыр. Дядя Насыр. Дядя Насыр дома? А что вы хотели? Я должен ему сто тысяч. Вот, принес. Он дома? Его больше нет. Он умер. Допокоиться с миром. Такова воля Аллаха. Значит, я опоздал. Дядя Насыр. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Уже? Что значит уже? Мы и так опоздали. Минимум на семь лет. Опоздали. Но все равно приятно. Приятно. Вы не видели произведение Шекспира? Что? Что? Субтитры создавал DimaTorzok Композитор – Убайдулло Каримов, звукорежиссер – Абдукахар Каримов, директор картины – Роза Дровненкова. В главных ролях – Дельноза Кубаева, Бабур Юлдашев, Джамиля Гафурова, Даниёр Хафизов, Маляка Усманова и другие. Фильм дублирован на киностудии «Узбекфильм». Текст читали Олег Галахов, Алена Лустина. Автор литературного перевода – Лубек Абдусагатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова